Сейчас начнём наш прекрасный эфир. Мы же соскучились по эфирам. Супер. Шалом, шалом, ребята. Здравствуйте. Кстати, видно, а, да, есть... Кутерет, кутерет, это... Это, это, это... Заголовок. Вот, заголовок. Ребят, как слышно? Добрый вечер. Давайте проверим звук. Есть звук? Шумим. Мы слышим всё. Сегодня у нас про иврит. Нахан? Я думаю, те, кто видели анонс, а, может быть, и не видели. Поэтому я написал наверху. И поэтому я зашёл со второго телефона, чтобы вам периодически писать те слова, о которых мы будем сегодня говорить. И напоминаю, что мы будем возвращать эфир в нашу ленту. Мы его уже вернули. Несмотря на все события, это неотъемлемая часть моей жизни, неотъемлемая часть вашей жизни, те, кто живёт в Израиле, и не только живёт в Израиле, но им интересуется, и, может быть, когда-нибудь будет в нём жить. Обязательно. Поэтому этот момент очень важен. Соответственно, раз в неделю мы стабильно будем делать эфир про иврит. Кто за? Ставьте лайки и всё такое там, и прочее. Сейчас, секунду, я только чуть опущу камеру. Всё. Чтобы было удобно. Йофи. Това, ребят, тогда мы начинаем. Тема у нас сегодня, знаете, какая? Мы... У нас будет эфир не длинный, но очень полезный, если кто-то из вас читает новости на иврите. А сейчас очень часто всякие... Пущин на ивритет называют. Пущин. Вот эти вот оповещения, которые приходят в телефоне, они на иврите. Плюс телеграм-каналы, плюс новостные ленты. Поэтому я выбрал несколько слов, которые будут нам сегодня полезны. Не только эти слова, но и то, что с ними можно ещё делать. Однокоренные слова и всё такое. Это, опять же, на мой взгляд. Просто я читаю новости и понимаю, что есть некоторые слова, которые очень часто повторяются. И начнём мы с самого такого. Опять же, сегодня у нас 29 ноября. Поэтому, если вдруг кто-то будет в записи смотреть, поймёт, почему именно об этих словах мы говорим. Начнём мы с первого словосочетания, наверное, которое больше всего встречается. Сейчас я вам напишу это здесь. И это... Видите, я написал. Видите, там ещё один. Пишет. Ещё один Тимур, да. У меня два. Два меня. И это, конечно же, выражение Авсакад. Эш. И тут важный момент, потому что часто я вижу в новостях, на русском языке, и не важно, откуда это может быть, российские, украинские источники и так далее, часто это называют перемирие. Это не перемирие. Это... Переводя на русский язык, я всегда стараюсь писать в своих сводках именно режим прекращения огня, потому что слово Авсакад это, прежде всего, прекращение. Не перемена, как многие могут подумать. Это прекращение. От какого глагола? Соответственно, если мы хотим сказать прекратить или приостановить. Соответственно, приостановление или прекращение огня, это одно и то же слово от глагола. Пауза, да. Авсака это может быть еще и пауза. Тот же, нахон. Но если дословно переводить, это именно акт от глагола приостановить. Приостановить. Или прекратить. Или перестать. Перестать что-то делать или просто перестать. Даже перестать работать. Например, я говорю там, кондиционер перестал работать. Амазган. Ифсик. Ла вод. Перестал что-то делать. Прекратил, приостановил и так далее. Поэтому, да, есть глагол ля всик, корень фей, самих куф. И отсюда мы получаем слово авсака. Так же, как у глагола заказать. Ля змин. Или пригласить. Мы получим слово азмана. Заказ или приглашение. И таких очень-очень много глаголов вы говорите. Это и есть форма глагольного существительного. Но, когда мы хотим сказать прекращение чего-то, то тут срабатывает так называемый смехут. Нахон? Ля всик с буквой эф, не буквой вэ, как кто-то написал. Ля всик. И этот смехут у нас происходит следующим образом. Изначально выражение у нас должно идти полностью. Авсака шель эш. Шель ушел. И когда шель убегает из этих двух существительных между ними, уже нету этого мостика, который соединяет, нет предлога. И тогда буква гей женского рода меняется на букву тав. И мы слышим вот это слово авсакат. Соответственно, кстати, если вы хотите поставить артикль, то те, кто еще помнит немного уроки Ульпана, могут вспомнить, что артикль всегда падает на второе слово. А именно, авсакат. Ха эш. Если правильно говорить. От слова ля всик, прекращать, у нас есть причастие. Прекращен, прекращенный, приостановлен, приостановленный, приостановлено, приостановленная, приостановленные. Эта часть речи в русском языке называется причастие. В общем-то, отвечает на вопрос, какой, но его источник глагол. То же самое в иврите. И это будет слово мувсак. Давайте мы его пропишем. Прекращенный или приостановленный. Соответственно, женский род мувсекет. Кстати, как и слово приглашен. Музман. Мы слышим букву У. А значит, это пассивная форма. Музменет. Мувсак. Мувсекет. Это два. Этот же корень. Фейсамахкув. От глагола ля всик. Может перекочевать в глагол ле ги па сек. И это уже будет приостановиться. Возвратный залог. Приостановиться или прекратиться. Ле ги па сек. Кстати, тот же биньян, что и его слово лейканес. Поэтому, если мы хотим сказать, что-то приостановилось, прекратилось. Как мы это скажем? Давайте напишем в комментариях. Про иврит сегодня. Про иврит. Я ля. Кто на уроках Ульпана сидел? Не на моих. На моих вы бы знали 100%. Даже бы. Я бы еще не сказал А, вы бы уже Б написали. Я имею в виду, кто вообще ходил в Ульпан. Я что-то пишу. Да, иногда пишу. Я фе Евгения написала. Нифсак. Суян, Дженя. Невидимый бейджик ты получила. Нахон. Нифсак. Два слога. Но тут есть маленький нюанс интересный. Мы даже можем использовать этот корень в глаголе Лифсок. Гнянпаль. То есть, в прошедшем времени Пасак. Это тоже будет Перестал. Пасак. Нифсак. Вот. У глагола Лифсок есть еще один перевод. И это будет, кстати, перевод вывести какой-то, вынести вердикт. Например, Бетамишпад. Пасак. Но это уже другая история. Я не буду вас сейчас заморачивать с нею. В общем, вы поняли, что Лифсик. Прекратить. Отсюда слово. Афсака. Преостановление. Прекращение. В Смехути. Афсакат. Чего-то. Кстати, не обязательно огня. Это может быть Афсакат Либудим. Это может быть Перерыв. Преостановление чего-либо вообще, как и в русском языке. Хашувладат. Важно знать. Что еще важно знать в этом словосочетании приостановления или прекращения огня? Слово ОГОНЬ. Эш. Во-первых, в русском языке ОГОНЬ склоняется. Огонь ОГНИ. Но если мы говорим про ОГОНЬ, который ГОРИТ, или ОГОНЬ именно в плане ОГОНЬ, то вы говорите, что слово Эш не имеет вношного числа. Это раз. Два. Слово Эш, ОГОНЬ, это исключение. А почему это исключение? А потому что Эш звучит и выглядит как мужской род, но это женский род. То есть, если вы хотите сказать сильный ОГОНЬ, мы скажем Эш ХАЗАКА. То есть, Эш, это ОНА. Эш. Вот так, ребят. Но это ОГОНЬ именно, который ГОРИТ. А если мы хотим сказать ОГНИ, ГОРОДА и так далее, это уже будет слово СВЕТА. ОР, ОРОТ. ОРОТАИР. Но мы говорим именно про ОГОНЬ. Эш. Соответственно, это ОНА. Все, запомнили? Кстати, когда хотят подкурить, не всегда говорят, если тебя зажигал, как и в русском языке, спрашивают, есть ли ОГОНЬ. Еш ХАЭШ, ЭНХАЭШ, ТАВИЭШ, ТЭНЭШ. ОК? А ЗЭШ это ОГОНЬ. НЕКЕВА пишется без ЮДА, потому что это НЕКЕВА. НОРОТАННИ НЕКИВА. Но ты правильно все написал, правильно мыслишь. Да, это женский род. Кстати, НЕКЕВА на еврейском языке это самка, чтобы вы знали. Ну, а ЗАХАР это самец, помимо мужского рода. Следующее слово, которое мы часто встречаем в новостях, помимо ОВСАКАТ ЭШ, о котором все говорят, в основном в контексте продлеваться или в контексте заканчиваться или начинаться, да. Вот. Выражение ВСТУПИТЬ В СИЛУ. Оно уже есть, но неделю назад о ней говорили. И когда мы хотим сказать, что-то ВСТУПАЕТ В СИЛУ, то есть очень важное для вас словосочетание. Во-первых, ВСТУПАТЬ В СИЛУ. В русском языке это тоже будет определенное такое устойчивое выражение. Закон ВСТУПИЛ В СИЛУ, ПРАВИЛО, ПЕРЕМИРЬЕ. Ну, в данном случае это режим приостановления огня. И в иврите мы говорим не словом ВСТУПАТЬ, а ВСТУПАТЬ ВСТУПАТЬ ГЛАГОЛОМ, А ГЛАГОЛОМ ВХОДИТЬ. Соответственно, ВХОДИТЬ на иврите будет НИХНАС. Если мы хотим сказать В СИЛУ, НИХНАС. Мне всегда везет вести эфиры, вот всегда тихо, обязательно кто-то на улице должен орать. НИХНАС ЛЕ ТО КЕФ. Это ВОШОЛ В СИЛУ, это если он. Но поскольку АВСАКАТ ЭШ это она, то мы скажем ВОШЛА, то есть ЗАШЛА, ВСТУПИЛА. НИХНАСА. ЛЕ, ТО КЕФ, предлог ЛЕ, потому что КУДА ВОШЛА. Если бы вы вошли в дом, вы бы сказали НИХНАС НУЛЛАВАЙТ. Но здесь мы входим в СИЛУ. И слово ТО КЕФ это не совсем СИЛА, ТО КЕФ это больше как ДЕЙСТВИЕ и так далее. То есть ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ. Это два. Ещё одно слово, которое всегда на слуху, наверное, номер один сегодня, это, конечно же, слово, которое я не очень люблю, кстати, но тем не менее. ХАТУФИМ. ХАТУФИМ. Это причастие. Если кто-то хочет понять, откуда это слово взялось, оно взялось от, как и... Ну, если мы переводим дословно, это ПОХИЩЕНЫЕ, а значит, есть глагол ПОХИТИТЬ. И если мы возьмём сейчас, например, слово ПОХИТИТЬ в ибрите, то это будет ЛАХТОФ. Кстати, до войны я делал как раз разбор этого глагола. ЛАХТОФ. КОРЕНЬ ХЭТЕТФЕЙ. Первое, что нужно знать об этом глаголе, это тоже очень важно, из-за того, что у него первая буква корня ХЭТ, то вот эта приставка ЛАМИТЬ звучит как именно ЛА, поэтому вы слышите ЛА, а не ЛИ, как это было бы в слове ЛИХТОФ, писать. Ведь смотрите на слово ЛИХТОФ, внимательно, внимательно смотреть в комментарии. Видите, в слове ЛИХТОФ буква ХАФФ после ЛАМИТЬ. Это обычная буква, поэтому она никак не влияет на приставку. Буква ХЭТ читается гортанной буквой, соответственно, она влияет на приставку, и приставка становится ЛА. Как в слове ДУМАТЬ? ЛАХТОФ. Как в слове ВОЗРАЦАТЬСЯ? ЛАХТОФ. И отсюда уже слово ХАТУФ. Но ЛАХТОФ это не только похитить, помимо похитить, это еще и выхватить из руки резко, это отхватить пощечину, что-то в этом роде тоже, удар какой-то, выхватить, отхватить. И получается, что это его причастие, слово ХАТУФ, это как бы уже либо выхваченный, либо похищенный, если мы за основу берем глагол похитить. Что интересно, что еще мы можем быстро взять, так выхватить и съесть? на ходу. Давайте подумаем, что еще можно. Всякие там СНИКЕРС, СНИКЕРСЫ, МАРСЫ, да? В общем, всякую нездоровую вещь. Батончики. Поэтому наиврите батончик, но не обязательно батончик, это может быть и всякая вот эта вот... Алло, да Макарапо? Наиврите это будет ХАТИФ. Видите слово ХАТИФ? Давайте я на русском даже напишу. Те, у кого дети, это слово прекрасно знают. Хотя они только дети. С тем же корнем. Это будет батончик, ХАТИФ ШОКОЛАТ, ХАТИФ ХЕЛЬБОН, сейчас очень модно, протеиновые вот эти вот всякие СНИКЕ. Это будет слово ХАТИФ. Все тот же корень, корень ХЭТЭТФЕЙ. Поэтому ХАТУФИМ переводится как похищенный. Есть еще слово заложники, вы говорите. Его не используют в данном случае. В новости ушло именно слово ХАТУФИМ. И, соответственно, всегда с этим словом где-то рядом маячит слово ВОЗВРАЩЕНИЕ. Но ВОЗВРАЩЕНИЕ КАКОЕ? И тут важно понять контекст. В русском языке ВОЗВРАЩЕНИЕ может иметь два залога. Либо я возвращаюсь куда-то, и это будет мое возвращение куда-то. Ну, чего-либо. От слова ЛАХЗОР, соответственно, ХАЗАРА. То есть, возвращение там к чему-то, как и, кстати, репетиция и повторение тоже. Либо возвращение от самого акта ВОЗВРАЩАТЬ-ВОЗВРАТИТЬ. Понимаете? И тут уже, если мы отбиваемся от того, что кто-то должен их вернуть, они же не могут сами взять и вернуться, то мы берем за основу глагол ВЕРНУТЬ НАЗАД ПЛЕННЫХ. Или ВЕРНУТЬ НАЗАД ЗАЛОЖНИКОВ. Что на еврейте будет словом ЛИБА. Соответственно, ЛАХЗИР, ЛЕ АХЗИР. ЛИБА его синоним, который очень часто в новостях используется. ЛАЩИВ. Ребят, мне нормально слышно? АНИМИТСЕРАЛАРАШКОВ. Я начал эфир, появились дети плачущие. Где-то там. Окей? Поэтому вернуть на еврейте будет ЛАХЗИР, ЛАЩИВ. Это вернуть и возвращать. И, соответственно, возвращение кого-то, чего-то, именно как акт активный, будет словом АХЗАРА. Такое ощущение, что там кого-то убивают. АХЗАРАТ или АШАВАТ. Окей, ребят. АХЗАРА и АШАВА. Соответственно, если мы хотим сказать возвращение пленных или возвращение заложников, то это будет АХЗАРАТ, АХАТУФИМ. С артиклом А, видите, на второе слово. Или, что очень часто встречается в прессе, очень часто, именно второе слово АШАВАТ, АХАТУФИМ. Потому что ЛАЩИМ это синоним глагола ЛАХЗИР. Но оно считается более такое, чуть-чуть, литературное. Литературное, более такое формальное. А пресса это более формальный язык. Соответственно, часто в прессе мы встречаем именно формальные выражения, которые мы, может быть, не будем встречать в повседневной речи. И именно чаще всего вы увидите словосочетание. Вы можете даже вбить в гугл, и у вас откроется очень много заголовков. Вот я вам пишу, я думаю, вы видите, да? АШАВАТ, АШАВАТ, АХАТУФИМ от глагола. Опять же, откуда взялось слово ГАШАВА? Давайте возьмем другой глагол, который вы точно знаете. Глагол ПРИГОТОВИТЬ. Как будет ПРИГОТОВИТЬ? Или глагол ПОНИМАТЬ. Как будет ПОНИМАТЬ? Давайте напишем. Вы должны всегда слаться, запомните такую вещь. Ну, вы ничего не должны никому, это раз. Сейчас я всегда советую вам ссылаться на формы, которые ваш мозг уже воспринял как родные. То есть глаголы, которые вы часто встречаете, ГОТОВИТЬ, ЛЯХИН, ПОНИМАТЬ, ЛЯВИН. И отсюда мы получаем слова АВАНА, АХАНА, ПОНИМАНИЕ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ, или ПОДГОТОВКА и так далее, потому что ЛЯХИН это и ПОДГОТОВИТЬ, и ПРИГОТОВИТЬ, и ГОТОВИТЬ. Соответственно, возьмите аналог, как в математике. Если 2 равно там х, то 2х равно 4. То есть то же самое здесь. ЛЯХИН равно АВАНА, ЛЯХИН равно АХАНА, ЛЯХИН равно АШАВА. Но дело в том, что ЛЯХИН это не только вернуть что-то кому-то, или кого-то куда-то, как в данном случае мы говорим вернуть наших заложников. Это также и вернуть ответ, а значит ответить. То есть глагол ЛЯХИВ, не только вернуть что-то, но и вернуть, не только что-то физически, но и какой-то ответ. Или что-то сказать в ответ. То есть можно услышать такую фразу. Я что-то им сказал, И они мне АШИВУ вернули. Что вернули? Они мне ответили, или они мне в ответ сказали. Это важный момент. Кстати, этот же корень глагола ЛЯХИВ образует слово ТЕЩУВА. ЧУВА. Корень ШИНВАВ. ВЕТ. Если для кого-то это было сейчас открытие, знайте, это тот же самый корень у слова ответ. ЧУВА. Такс. Идем дальше, ребят? Идем дальше. Идем дальше? Идем дальше. Если мы говорим про заложников, то нужно говорить про слово ПЛЕН. ЛЯХИВ я писал, как пишется, ребят. Транскрипция вы ошибочно пишете. ЛЯХИВ. Владимир В. Виталий В. Виктор в конце. Следующее слово. И это слово, которое я написал внизу. ШЕВИ. 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 Ударение на первый слог. ШЕВИ. 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 ШЕВИ это ПЛЕН. ВЗЯТЬ В ПЛЕН. На еврейте будет ЛИШБОТ. Сейчас напишу. И тут сейчас среди нас проявятся истинные те, кто изучает еврей. ЛИШБОТ. Это кого-то взять в плен. Откуда у меня буква ТАВ появилось в слове ЛИШБОТ? Корень, кстати, у меня слово ПЛЕН. Я вам напишу. Вот у меня корень. ШЕВИ. ГЕЙ или ШЕВИТЬ ЮД. Но, тем не менее, откуда там ТАВ взялась? Почему ЛИШБОТ? Ждем ваших ответов. Ладно, не парьтесь. Долго будем ждать. ЛИКНОТ. КУПИТЬ. КОРЕНЬ КУФ НУН ГЕЙ. То есть, ГЕЙ превращается в ТАВ. ЙОФИ. Есть еще один глагол. Вы говорите ЛИШБОТ. Но в нем буква ТАВ действительно третья буква корня. Корень ШАБАТ. И это будет... ШВИТА. Это у нас на русском... Ой, БАВОИЛИ. Я уже русский забываю. Пишите мне. МАТО УНЕР. За бастовка, спасибо, я извиняюсь. А ЗЛИШБОТ это будет бастовать. Но ЛИШБОТ в том случае, если ШИН ВЕТ... Корень БУЧИН ВЕТТАВ. То есть, не ГЕЙ, которая поменялась на ТАВ. Но пишутся они одинаково и произносятся одинаково в инфинитиве. Поэтому, если мы хотим сказать в плену, часто можно увидеть такое словосочетание. БЕШЕВИ АХАМАС. Например, да? То есть, ВШЕВИ в плену кого-то чего-то. И тут работает СМЕХУТ. ШЕЛЬ уходит. БЕШЕВИ. Соответственно, от этого же глагола у нас есть причастие ШАВУЙ. ПЛЕНЕННЫЙ или ПЛЕННЫЙ. Тут важно понимать, что это и пленённый, и пленный. Например, если мы возьмём сейчас слово ЛИШТОТ, то ВЫПИВШИЙ ШАТУЙ. ЛИКНОТ КУПИТЬ, КУПЛЕННЫЙ КАНУЙ. И почему вы слышите КРАТКУЮ в конце? Потому что у вас третья буква корня ЮД будет звучать. Из-за неё мы слышим как бы и КРАТКУЮ. Соответственно, ЛИШЬ БОТ станет ШАВУЙ. Но когда вы склоняете в женский род и во множественное число, то у вас в первом слоге не будет звука А. То есть, если мы возьмём сейчас, например, слово КАНУЙ КУПЛЕННЫЙ, то КУПЛЕННЫЙ будет КНУЯ, не КАНУЯ. КНУЯ, то есть мы убрали гласную в пользу нового окончания, и неважно, какое-то окончание будет. То есть, либо женский род, либо множественное число. КНУИМ КНУЁТ. ШАВУЙ ШВУЯ. ШВУИМ ШВУЁТ. Есть? Это два. Это слово очень часто встречается. Ну и последнее на сегодня выражение, которое тоже связано, естественно, с новостями. И это слово ЛИХИМА. Этот глагол вообще можно отдельно разбирать. Я его разбирал не раз и в новостях. Те, кто на меня подписаны, может быть, помнят, а может быть, нет. Но ЛИХИМА переводится как введение войны или военных действий, или, можно сказать, уже как военные действия. Теперь кто-то из вас может сказать, Тимур, ну, наверное, это война. Немного разные вещи, потому что война, на еврейте, это будет все-таки МИЛЬХА, МИЛЬХАМА. И МИЛЬХАМА, это не только война, и борьба с чем-то, как и война с чем-то. Тот же корень, ЛАМИТХЕ, МЕМ, НО. Словообразование, это важно. Дело в том, что если мы посмотрим на слово ЛИХИМА, как военные действия, или своего рода как бы мини-война, то есть это не прямо война-война, это именно как бы военные действия, то давайте посмотрим на само слово ЛИХИМА технически. И возьмем похожее технические слова, например, ЛЕМИДА. Вы можете посмотреть на эти оба слова и сказать, Тимур, ЛИХИМА и ЛЕМИДА очень похожи по своему строению. Когда я говорю про похожее строение, прислушивайтесь к гласным. Если гласные совпадают в двух словах, может быть даже там в основном гласные, ИА, да, ЛЕХИМА и ЛЕМИДА. ЛЕМИДА это изучение, изучение, акт. Если мы берем слово ЛЕМИДА и возвращаемся назад, возвращаемся к его глаголу, который его породил, потому что это форма от глагольного существительного, то мы вернемся очень быстро в форму, которая называется ЛИЛЬМОД. что переводится как А, это важно, учиться чему-то, где-то у кого-то, Б, изучать что-либо, учить что-либо. То есть тут два залога, это тоже важный момент. А значит, это значит, что от слова ЛЕХИМА мы можем также вернуться в глагол. Какой глагол? Наподобие ЛИЛЬМОД, ЛИЛЬХОМ. И есть такой глагол ЛИЛЬХОМ, ВОЕВАТЬ. Кстати, всегда с предлогом БЕ. Еще раз повторю, всегда с предлогом БЕ. Потому что, как бы вам не хотелось в русском языке сказать с кем-то, воевать или с чем-то, как бы навязывается предлог им. С кем-с чем? Дружить с кем-то, с кем-то жить им. А тут с кем-то воевать? Мамашну. БЕ. Например, воевать с врагом. ЛИЛЬХОМ. БА. ОЕВ. ОЕВ это враг. И вот этот БЕ будет переводиться на русский язык. И только в этом случае, как предлог С. Теперь, важный момент. В настоящее время у глагола ЛИЛЬМОД возьмем ЛИЛЬМОД и ЛИЛЬХОМ. Как будет в настоящее время? УЧУСЬ. УЧИТСЯ. УЧИСЯ. ЛЁ. МЕД. А значит, у ЛИЛЬХОМ будет в настоящее время. ЛЁ. ХЕМ. ЛЁХЕМ. Что помимо глагола ВОЮЮ. ВОЮЮЩ. ВОЮЮЩ. ВОЮЮЮЩ. ВОЮЮЮЩ. ВСЕ ТРИ ВРЕМЕНИ. ВСЕ ТРИ ГЛАГОЛА будет один глагол, потому что в настоящее время у нас только родное число. У нас нет лица. ВОЮЮЩЕМ. 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 То есть, ЛЁХЕМ это глагол ВОЮЮЮЩЕМ. ГЛАГОЛ ВОЮЮЩЕМ. 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 То есть, он очень часто используется в говорите. Даже чаще, чем ЛЁХЕМ. Именно ВОЮЮЩЕМ. Уже в другом Биньяне, но с тем же, как вы догадались, предлогом, потому что если он уже один раз переводится, то есть, один раз мы уже видим, что он всегда будет с предлогом БЕ. Он во всех формах будет с предлогом БЕ, даже если он перешел в другой Биньян. Поэтому в прошедшем времени мы можем сказать «Мы воевали». А. Биньянам ПААЛЬ. Как у слова ЛИЛЬМОДЛАМАДНУ, ЛИЛЬХОМЛАХАМНУ. Или ЛИЛАХЕМ. Тогда это будет в прошедшем времени уже Биньян. НИФАЛЬ. НИЛЬХАМНУ. Как слово НИХНАСНУ. НИЛЬХАМНУ. И всегда это будет предлог БЕ. Перевод тот же. Самый у обоих. Глаголов такое бывает в УВРИТИ. Как-то так. Ну и под конец, поскольку мы слышим это слово-сочетание там АВСАКА, ТЭШ и так далее, то сейчас все больше и больше говорят о том, что возобновиться в военные действия, возобновляться, возобновляться. Соответственно, на ювелите это будет ХИДУШ. АЛИХИМА. Слово ХИДУШ это возобновление после какой-то паузы. От слова ХАДАШ, как и в русском языке, возобновление, корень НОВ. И получается, что ХИДУШ это возобновление, значит, есть где-то глагол возобновить что-то, что-то, что приостановилось, снова вернуть, возобновить, возобновить, например, абонемент в спортзал, возобновить абонемент к Тимуру на тренажер Иврита, ЛЕХАДЕШ возобновить. Ребят, оттуда слово ХИДУШ, ХИДУШ АЛИХИМА, то есть возобновление военных действий. На этом все на сегодня. Я думаю, этого хватит. Те, кто пришли позже, могут пересмотреть. Это очень полезный эфир, потому что эти слова, еще раз я повторю, очень часто встречаются в СМИ, и они могут быть просто даже на слуху. Многие из вас слушают телевизор, какие-то передачи, где сидят в этих студиях очень много экспертов и часто говорят эти слова, поэтому вы начнете их просто слышать намного чаще. Но я напомню еще раз, что если вы хотите оттачивать ваши навыки глаголов и предлогов, а я напомню, что в основном у вас у всех, почти у всех, проблема с глаголами и с предлогами, то это можно сделать как на курсе Иврита, который у меня в январе стартует, так и в текущем режиме тренажере Иврита, что является очень классной альтернативой тем, кто не хочет идти прямо на курс, но все еще хочет поддерживать свой уровень и прогрессировать. Они стоят на месте. Намасте, ребят, всего доброго. Завтра, кстати, у меня пройдет онлайн-аудиоэфир, аудиотрансляция с Анной Уколовой, если вы помните, пресс-секретарь цехала на русском языке в Телеграме. Так что те, кто еще не подписались на Телеграм, кадимам, лол хакот. Бай-бай. Всего доброго. Алибедорчи. 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 Алибедорчи.